Друзья, всем привет! Мы с Евгением решили провести небольшой эксперимент. Он у нас человек креативный, идейный, и предложил мне очень странную такую идею, на что я, конечно, согласился. Сейчас вот вода холодная, там буквально 3 градуса, лещ уже собирается в стае. А ловить из-под леща крупного судака и крупную щуку, ну это вообще милое дело, это мечта любого рыболового, наверное, вот в это время года. Но поскольку лещ, он как бы не всегда стоит в нужных точках на ямах, мы решили, почему бы его, собственно, не поставить. Да, я сразу скажу, что вчера мы были на нескольких ямах, и леща нету. Леща нету. Вообще нету. Истинные спортсмены-фидеристы поставить леща на точку. Тире-спиннингисты. Но у нас не интересует, нас интересует тот, кто придет вместе с лещом. Для этого мы сейчас возьмем прикормку, замешаем во всех возможных посудинах, выплывем, закормим яму и посмотрим, какой будет потом результат. Да, и сразу хочу сказать, что здесь 100 килограмм, но когда мы смешаем это все дело с водой, то будет, наверное, все 200. Это будет много. Фишка в том, что нам не нужно сделать это идеально, как делают там у фидеристы, чтобы прикормка была прям супер вот пропитана как надо, рассыпчатая. Нам важно просто такой-то консистенции довести и просто вот туда вот центр прикормки высыпать. А там будет ее много, лещ придет, куда он будет. Все, тогда погнали. Что у нас? Лещ черный зимний, лещ красный зимний, потому что температура воды уже такая зимняя. У нас вон лед местами вон встал уже, вот и вот такая вот прикормка. Лещ, короче, чисто лещевые наборы. О, это универсальная походу, летняя. Нормально. Погнали. Евгень, как идет процесс? Тут прям такая фракция прикольная, крупная. Да? Да, и пахнет обалденно. Да, я запах учил, только за ножом ходил, блин. Это какая-то кукуруза тут дробленая, прям. Прикольно. Ну да, вот. Сам бы, знаешь, это. Поел бы, да? Поел бы, да, если бы, безпек бы это. Слушай, ну оставь один пакетик, мы тебя вечером сделаем. Как вручную, нормально? Вообще лучше, чем ленчиком. Кстати, с перчаткой помогают. Прикормку мы перевлажнили специально, потому что у нас нет времени делать ее в 2-3 захода, как по науке. Поэтому мы ее перевлажнили, сейчас накатаем таких шаров плотных. Потому что течение есть еще на ямах, на этих, на двух. Течение слабое, да, и оно потихонечку будет. Нам нужно, чтобы это все в течение суток работало, не меньше. Ну да. Ну да, конечно, вы можете написать, что мы неправильно замешиваем прикормку. Это, скорее всего, так и есть. Да, и мы, в принципе, поставим вам лайк, потому что вы правы. Но вы не забывайте, мы все-таки не на фидер рыбачим, а на судака. А как мешать прикормку на судака, никто не знает. Теперь вот мы показываем. Друзья, ну полностью процесс приготовления прикормки мы показывать не будем. Тем более, такие огромные количества. У нас сейчас уйдет, наверное, не один час. Можно будет прям с ведра, да, там, зафигачить. Да, блин, с ведра. Не по одному, там, как обычно, там, закармывать. Да, мы прям через лодки с краю, прям через край высыпем, начали. О, ребята, кстати, пошла красная прикормка. Ух, аромат такой, смотри. Ну, мотыль-то, да? Или черный? Так, подвигаемся мы на яму. Точнее, уже приехали. Что нам Женя говорит эхолот? Зашли на точку. В принципе, бели практически нету. Но можно сказать, что для этого времени года здесь ее совсем нету. Какие-то щучки мелкие, как вчера, граммов по 800 проскакивают у берега. А вот сама вот эта яма, которая протокой вымывается, она пустая. И нам нужно в эту яму поставить леща. Сейчас мы выберем место, чтобы это была яма и была граница течения. И закормим именно на границе, чтобы часть прикормки выдувала вдоль течения, а часть прикормки задувала обраткой в яму. Что, сам бы съел? Да, придется. Ребята, полный нос прикормки. Прикормка разная. Первая яма. Вот. Поехали. По одной будем? Да высыпай сразу ее. Блин. Сом не вывалил. Пошла жара. Поехали. Вот все для лещей. И еще. Весь лещей нож. Ничего не приплывет. Я думаю, приплывет обязательно, куда он денется. Вот так вот мы замешиваем прикормки. Короче, руки устали. Мы решили так мешать. Так, все. Все, вторую партию додавили. Да. Но она нормальная. Сейчас, смотри. Она прям, смотри. То есть она прям вот. Поехали. Так. Это мы уже ногами. Сил нет делать. Комки эти. Поэтому. Вот эту таблетку. Блин, удержать бы ее. Тяжесть капец. Я все надо умудриться вытряхнуть, да? Так, как же я. Водку запачкать. Не очень. О, выдумщики, а. Хотелось бы. Что-то ведет. Зара. Все. Весь лещ наш. Это еще не все. Только начало. Я предлагал прям коробкой. Вот так вот, да? Чуть так и не получилось. Осталось только лодку ткнуть еще ножом. Чтобы вообще было по красоте все. Хайп. Хайп, ну. Мок-омок. Пошел. О! Такая бомба. Это тоже еще не все. Прикормки нам прислали много. Миненко ребята щедро. Я скажу так. Если у нас ничего не получится, хотя бы рыба будет сыта. О, это какая-то зелененькая. Ну все. Там на дне сами разберутся, какая нравится. Красная, зеленая. Судаки такие лежат до сих пор. Доброе утро, Евгений. С добрым утром. Ну что, завтрак готов. Завтрак чемпионов рыболовных. О! Булку мы приготовили, представляете? Да, лепешку испекли. Да, у нас лепешечка на дому летом подогрелась. Ой, горячая. И как мы будем поднимать? Сейчас поднимем. И короче, еще и у нас есть гуакамоле. Будем делать бутерброды. О! Ё-моё! Вот так вот это все выглядит. Здесь опять же у нас ветчинка, да? Помидоры. А здесь у нас бекончик, помидорки, грибочки, лучок, сырок. Зеленушка. Ну, яйца с молоком. Да, это тема. И сегодня даже не пригорело. Так, ну что, начинаем потихоньку собираться. Вот, готовлю приманки. Ну, в этот раз, что у нас? Ну, понятно. Вчера герой дня. У меня мышь. Вот, немножко была зеленого цвета. Но, скажи, к сожалению, сожрала на щук. Вот, взял я поролоночки, как обычно. 160-е. Таких вот расцветов цветов. Вот, также сегодня попробуем на песках половить. Вот, со стингерами. Вот такие вот виброхвостики большие. По 18 или 22 сантиметра, не помню. Большие. Вообще, на последний момент, когда трофея не удастся добыть, все-таки буду пользоваться вот такой вот штукой. Вот, тоже это огромная мышь. Вот. Не знаю, получится. Нет, что поймать на это дело. Ого-го-го. Да, 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 есть. Так надо выставляться. Все, встаем. Собралась рыбка на прикормочку. Вот, вот, все лещ, лещ, лещ пришел на прикормку. Что-то хищника только не видно среди. Хищника пока не видно. Лещ есть. Но он должен быть. Ребят, ну вот, мы пришли на закормочную точку. Смотрите, сколько леща. Это капец. Прикормка сработала. Смотрите, за лещом. А за лещом есть что у нас? Мамаша. Мамаша, щука. Судачки. А вот, 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 вот. Вот, а здоровый судак, я его отметил. Вот, а с счетом рыбы. В общем, рыбка, рыбка на точке теперь присутствует. Отлично. Вот, что-то, да, сейчас надо выставляться. Ну, лучше, чем было, было-то пустое все. Вот, ребята, сколько рыбы, сколько рыбы скопилось. Жесть. Все, все. Друзья, ну что, прошли у нас сутки с момента закорма. И сегодня мы проверим, что у нас пришло на дочки, на наши. Вот, первую проверим и вторую. По 100 килограмм мы закидывали при кормке. Подходим, сканируем и смотрим. Евгений, есть ли у нас что-нибудь? Лещ есть? Есть лещ, есть мелкая, белая, самое главное, есть щука. За этой белью. Это очень интересно, сейчас мы его поговорим. Сейчас мы вам покажем все, на эхолоте, как это выглядит. Девка, просто, по-моему, на скорости. Какие-то, как-то, 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 как-то. В общем, лещ у нас получается вот здесь, а вот тут стоят силуэты. Сейчас мы попробуем. Так как непонятно судака, ты или что, я вот решил посыкать, пока начать с виброхвоста. Вот, ну а там дальше будет видно, что это у нас такое. И вообще, клюет или не клюет? Может, это просто коряги так лежат? По рыбе ударил. По лещу. И щука наелась, прикормки не хочет брать. Фига, леща, если можно прикормить поесть. Опять по рыбе. Рыба дофига. Но. Слушай, не хочет она. Вот, ребят, смотрите, чешуя какая. Вот чья это. Лещ? Продолговато или круглое? Работает прикормка. Это радует. Ну, а мы попробуем сейчас менять приманки. Евгений нас ловит на петуха. Резину попробовал нифига. Пробуем сейчас. Чуть эксклюзивная. Сделай. Сделай. Сделай петухов. Так, ну что, попробуем вот так вот. Сделай. Будут писать, а кто из вас петух? Вот это да, это ты правильно подведил. У меня рыба. У меня рыба. У меня рыба. У меня рыба. Так, ну что, ребят, у нас первая поклёвка, но мы делаем всё беспалевно, потому что у нас тут был... У нас уже заехали. А вот она всплыла. Вот она щука-то. Я думаю, она сошла, она на меня просто пошла. Ну вот, ребята, первая щучка. Любительница прикорма, прикорм личного леща. Ну, мелкая какая-то. Мы ожидали больше и видели больше выхолод, крупнее. Но это только начало. Что, мы отпускаем? Первую же положим отпускать. Первую отпустим. Отпускаем. А вообще мы сегодня берём. Давайте. Пальцы береги. Петуха жалко, бля. Клюнула вот так, он такого петушка. Ай-яй-яй-яй, ты говорю, надо было открывать. Вот видите, что? Это петух был. Такую приманку подпортил. Ну ладно. Повезло тебе, что ты первая. Всё. Больше не отпускаем. Значит, крупная сейчас ещё не вышла. Их ты. Было, было, да. Уже под лодкой здесь. Ну, не крупная такая, не сильный удар. Может быть даже запропагрил что-то. Посмотрим. Вот и под лодкой. Фух, вот она. Так, опять у нас лодка идёт, блин. Не вовремя. Ну, а там хорошо сидит. Ну. Что, ребят, счёт 1-1. Из-под леща. На этот раз взял я. О, за краешек. Ну, чё, это уберём уже. Да. Вот так тебе пацак использовать. Ха-ха-ха. Шотка. Ай-яй-яй-яй-яй. Хоть не в руку. Ну, что. Норм. Начало положено. Давай сравним с приманкой и рыбой. Да. Норм. К примеру, к вопросу о размере приманки. Всё нормально. И причём, первая эта поклёвка, может быть, и она и была. Да, она и была, она потом догнала. Ну, и догнала. Ребята, рыбу мы сегодня забираем, потому что сегодня последний день. И этот пахлаук тоже, да, выкидываю? Выкидываю только дело теперь покороче. Ну, что. Наливай 1-1. Чай, да? Ну, хорошо. Ожидали мы, конечно, что судак встанет на наших прикормочных ямах. Но, блин, оказались щуки. Не знаю, сейчас будем ещё ловить. Может, судак тоже есть. Но прям рисовала очень много вот таких вот полосок. Очень похоже на щуку. Вот, сейчас это дело отмечаем чайком. И продолжаем ловить. Евгений, как настроение? Да, отличное настроение. И щуки тоже неплохо. Тебе же надо твой рекорд побить. Ну, да. Это ты скажешь потом, что я лгун. И не побьёшь твой рекорд и скажешь, Ну, вот, звал меня, что я побью. А то так получилось. Всё, укропляем приманки и дальше ловим. Вот щука, смотрите. Вот это щука. Крупная. Ну, такая шестёрка. Это мелкие. Сучки. Вот щука. Вот. Полно тут рыбы. Полно, конечно. Вообще хорошо тут. Вон ещё, смотри, за закоской стоят. Рыщики стоят. Вот это всё щуки. Вот щуки стоят. Да, рыбы тут, конечно, полно. Есть вопрос в активности. Как-то оно активно. Ну и палки какие рисуют на дне. С правой стороны. Опа. Нет. О, хорошая рыба. Хорошая рыба. Так, что выматываю? Смотри, у меня там рядом. Мышь мой. На выбросе. Ну вот до яма. Докинул. Тут первый до ямы докинул, тут ловит, да? Что-то оно уменьшилось. Уменьшилось? Ну, наверное, фиксирую на всякий случай. А то вдруг она решит подложить выраст. И там прошла на нас. Уууу, хорошенькая такая шестёра. Сей может. Нет. Это четыре в половину. А может пять. Коля, ну красава. Завалили. Любительница леща, блин. Отец будет раз. Как раз вот, следовой размер. Труппе не надо. Труппе не надо отпускать. Ну вот это уже по солиднее размер. Такая, не знаю, ну где-то четыре, не пятёрка. Пятёрка есть. Опять есть. Вот их и рисовала. Давай, вот весы. Ну да. Такая прям уже хорошая, приятная. Любительница леща. Заметьте, петух вышел вперёд. 2-1. Да. Петух побеждает мышь. Только не надо писать в комментариях, кто из нас петух, а кто мышь. Ну что, ставочки. 5200? Нет, 4. 4? Ну ладно. 4. 424-400. Примерно посредине. Твоим и моим. Тут уберём. Да, это едовая. Клёново. Смотрите. Петушок. Петушара. Петушок, петушок. Это будет вот эти вот моменты поклёвки, как там, уберёк любит, или пашу просто. Выделяйте, замедляйте. Когда спиннинг там. Дергается. Ах ты ж. Нафига я поклёвка. Ты в реке, как я угадал. Да, да. Ну, слабая поклёвка и по зубам он, блин, походу мне перо сейчас выщипал. Лада, всё, ребята. Шутки закончились. О, началась нормально. Понимаю, приманка. Нормально рыбалка началась. Так, где ты говоришь, щуки-то у нас? Везде. Понял. Ох, вот тут сплеснулось. Как будто лещ. Так, ну чё, пробую заменить приманку. Также сейчас попробуем метод известной волочения по дну. Потому что рыбка какая-то неактивная. Надо её как-то заставлять кушать. Более глубоко. Ух ты! Удар какой! Удар прям? Да, прям вообще удар. Мелико вот. Рядом. А, спина. Чуть-чуть спины. Вот. Спиня поедет. Да, мелкие. Нет, тут я не копиле. Ну. Да, тут чё-то как будто яма прям. Обогрел. Ух ты, блин, нифига. Чё там было? Не знаю. Чё-то крупное. Кого-то обогранул? Ну, сначала поднималась, потом как рванула. Лишу я вон, лечила, лечеет. Лишучее. Слушай, это щучи-чучи-чучу. Щука хорошая была прям. Офигеть. Я на голову сначала, видимо, ее подняла, потом когда она почувствовала, как поперла. Вот это, ребята, щука прям под нами валяется, как говорят спиннингисты. Рыба. Рыба? Да. Что она вообще, чтобы я ее выбросил? Так она давно уже оказывается там. Мелкая? Мелкая. Понятно. Вырастает. Вырастает? Забагренная похода. Всплывает. Давай свечи. Нет, в рот. Вот, ребята, это уже такая достойная. Сначала что-то какая-то поклевка непонятная была. А потом, блин, непонятно, раз и села. Ну, догнала, наверное. Два-два? Да, кстати. Что, снова поставил мыша. Блин, невнятные поклевки, но удалось реализовать. Мишка рулит. А крысу ставила, не рулила. Да, видишь, мышей они тут знают, они тут бегают. А крысы только в деревне. Все, подружкам. Ну, там у нас уже плавает три штуки. Нормально. Без рыбы не уедем. Прикорка работает. Но рыбу показывает намного больше, чем мылое. Просто рыба пока не активна. Вообще не активна. Не время обеда. Нормально. Друзья, ловлю я на так называемую мыша. Это такая двухсоставная приманка из двухсхвостного твистера. И вот таких вот волос. Так, понимаете, лени, что ли, волосы. Оснащаю 18 грамм. И далее струна 40 сантиметровая. Приманка классно играет, особенно во время остановки. Распушается так. Вот. Вот такая вот у меня есть. Это уже крыса. Она, блин, огромная. С Алиэкспресса заказывал. Но это я поставлю уже... Это приманка последней надежды. Вот. Когда не поймаю все-таки трофеи, в каждый крайний час уже буду кидать вот такие вот приманки. Вот. Также использую вот такие вот виброхвосты. Это, по-моему, про байтс. Или как он называется? Пропер байтс? Пропер байтс. Пропер байтс. Вот. Вот и оснащаю вот такими оснастками. Вот. Сейчас, блин, здесь немножко запуталось. Тингеры от лидера. Вот. Что лидера? Тингеры от лидера. А, да. И стингер. Вот эта вот штука металлическая. Ну, так называемая по-советскому оснастка. Называется стингер сейчас по-современному. Вот она оснащается резинкой. Одевается 18-граммовый груз. Тингера идут вот в таких вот упаковках. Вот. Они разных размеров. В данном случае я использую 1-0. 2-0 ставил на такую резину. Немножко крупновато. Вот. Что у меня еще есть приманок. Поролон это мы в корягах вечером используем. А так вот резина вот она. 18-22 сантиметра. Рядом с лещом. Смотрите, какие палочки там стоят. Да. Поглубже. Да, слушай, прям на брох. Одна за другой, одна за другой. Это, кстати, то ли судак, то ли щука. Сейчас мы будем проверять. Одна за другой и здесь, смотри. Вверху закормлено, а это под ней рос. Но чуть поглубже. Сейчас она выходит на мель и охотится. Еще, смотрите. Еще. Вот это уже хорошее арома. Это вообще мамаша. И не одна, а там, смотри. Две мамаши. Что себе. Две мамаши. Обалдеть. Сейчас мы их и начнем. Еще одна, смотри. И вышли. Чего? О, о. Ох, 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 ох. Я выброси, прикинь. Вот это да. Ребята, хорошая рыба, наконец-то. Опять Женя ловит мой трофей. Походу. Чего? Вырастает? Сейчас, 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 выматываю. Так, я вымотал долгое, да? Зря я торопился, можно было проводку сделать. Может проводку сделать еще. Я готов. О, далековато. Так, прошло 3 минуты, Женя все вываживает против течения. Рыба очень хорошая. Так, а вот теперь готовься. А вот теперь готовься, да? Нет, тут эти щуки, да? Не-не-не-не, нормально, что ты? Сейчас это подожди, спиннику берутся. Ого, ты это видишь? Вот она! Красава! Блин, очередная двенашка. Опять мой трофей поймали. Вот это, да, слушай, ну, это, наверное, чуть поменее. Ну, хотя тоже здоровый, смотри, широкая. Здоровая, здоровая. А что та же, у нее там все целое, все? Все целое. Нет, не та же. Хорошая, хорошая рыба. Ребята, тише, тише. Вот это, да, лещом накормленная. Красава, что? Желобец, опять он ловит трофея, а? Опять на петуха. Казалось бы, что такого, какая-то это, мочалка. Ну, как ты называл? Петушара? Не, нецензурным каким-то словом. Ну, не будем, да. Ну, да, мы это не будем. Ну, мочалка, да. Ребята, смотрите, это капец. Это очередная двинаха, либо, может быть, больше. Вчера мы поймали, ой, позавчера, на 12700. Сейчас, возможно, чуть-чуть укроплились. Достаем, взвешиваем. Дети. Блин, какая она же здоровая. Это вообще. Сейчас она нас дышит. Правда. Но надо аккуратно, аккуратно. Так. Так, кстати, подсак здоровый, она еще не кажется такой большой. Вот для чего нужны большие подсаки. Смотрел, сейчас подсак у нас утянет. Аккуратных и зубов, ее мое. Не крутись, только не крутись. Так, давай я ищу. Вот это да. Вот это да. Вот это да. Да нет, но поменьше даже. Это поменьше. Да, наверное, 11. Вот сейчас она мне леща пропишет. Взвешиваем или фоткаемся. Давай сначала взвесим. Вот, ой-ой-ой. Закрутилось. Офигеть, ребят. Давай взвесим. 12700 такая же. 12500. 900, да, 500. 12500. Офигеть себе, блин. Опять двенашку мочили, блин. Ё-моё. Офигеть. Окажется, немножко короче она. Она короче, но она толще, видишь. У нее просто основание безумно широкое. Так, фотосессия. Команда! Не, мне бы хотя бы восьмерочку поймать бы. Вот это контент для покорения. Тут 12 раз поймаешь, и потом вообще не к чему стремиться. Так, идет сейчас процесс отпускания. То есть мы ее сначала кладем в подсак. Она немножко сейчас покрутится, повертится, оклемается. И пойдет дальше. На контенты мы ее не будем, да, Брась? Слушайте, мы сегодня рыбу берем. У нас золотое правило. Такую рыбу мы отпускаем. И не потому, что там почему-то. Потому что, чтобы в следующий раз мы или другие спиннингисты могли ее поймать. Только из-за этого. Потому что она столько кайфа приносит. Столько адреналина. Это просто незабываемо. Вон, Андрюха меня понимает. Или не очень? Да, да. Чтобы я потом приехал через пару лет и поймал. Она явно устала меньше, чем я. Такая вальяжненькая. Хорошая, приятная. 12 с половиной, ребята. Каждый ли день вы ловите таких рыб, а мы почти каждый день. Три леща, она сжалась, чтобы это в подсак не улазить. Прикормка, конечно, спорт из пасти лезет. Все. Давай, 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 давай. Уйди красиво. О, о, о. Ай-яй-яй-яй-яй. Ешь в следующий раз только мышей. Ай-яй-яй-яй. Но рекорд-то не побил. Но в этой поездке ты побил его дважды, да, получается? В этой поездке, да. Я подтвердил и побил. А еще только половину времени. Что-то опять хорошее. Да? Неплохая, она не мах. О, о. Все ты рад за друга? Да, за такого друга всегда радостно. Тоже далеко, да? Это доведу. Я так, я наслажусь. Вон она всплыла, да она всплыла, говорю. Какая такая? Да нет, мелочь. Она забагрилась. О, она забагрилась. Ну, ты ее забагрил, а не из-за этого. В общем, шути так много, что она багрится. Она клевать не хочет. Потому что и я задел по щуке по одной. Ну, что, брать надо ее. Что, башка пробита. И как раз Евгений сейчас расскажет про петухов, которыми пользуются. Очередной раз. Я думаю, многим будет интересно на основе его достижений. Да, ребят, петухи это тема. Мало кто знает о них. Смотри, ранка осталась. Да крючок далеко не вогнался. Что, отпустишь? У нас же не соревнования, чтобы погрел бы не брать. Спасибо, спасибо, бро. Ты уже не знаешь, как меня еще... Ты уже не знаешь, как меня оскорбить еще сегодня. Не оскорбите, подъебите. Да, да. Это чуть разные вещи. Щуками бросается. У тебя, кстати, там такой же есть. Я думаю, многие будут заинтересованы в приманке, которые ловит Евгений. Вот это... О, кстати, ты еще багрил. Чешуя, смотри. Да? Да. Это называется стример, либо петух. По простонародию. Он сейчас немножко такой сжатый из-за воды. Пусти воду. Но когда он попадает в воду, он становится таким пушистым, пушистым. Видите, вот так вот, например, играет. Вот, состоят они из перьев и всяких вот таких вот каких-то люверсов, непонятно каких-то штук. Волос. Волос, пушинины какой-то, вот. И вот они разных цвет. А еще они есть двухсуставные. Там два крючка. Один и второй. Так что, ребята, берите на вооружение. Женя, а это самодельное, да, все? Ну, не ты, в смысле, делаешь, а кто-то делает. Это делает мастер, но у него сейчас нет времени их делать. Понятно. Когда-то они появятся в свободном пространстве. О, смотри, 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 какая классная штука. Вон дохань. Вот это все ребята ловят. Особенно хорошо по холодной воде. Да, холодную воду. Такие вот пассивные приманки. Огонь. Что-то мужа не хотят. Что на петуха? Поклевок! Ты смотри, ты че он, че он творит? Что он творит? Это баклона-то была. Что он творит, ребята? Пацак? Смотри, что это? Сука крупная. Вот стандарт. Ну, кстати, да, нормально. Ой, петух работает. Не, давай, отпустили. Давай отпустим. В общем, ветерок поддувает. Мы решили не менять пока позицию, а выждать. Выжить, когда подойдет еще свежая рыба. Евгений, как дела? Как настроение? Все у тебя получается? Все хорошо? Получается. Класс. Короче, мы накрыли стол. Вот. Ну, что? За двенашку? За трофеи? Да, чужой. Опять же. Наш. 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 За команду. Пообедали, поехали. Теплала, нет. Есть. Есть. Угу. Вот, ребят, поставил поролон. Еще нет? Нет. Трюндель. Сошла, что? Сошла. Фух. Поставил поролон. Ну, вот, клевало на поролонку. Видите? Хватает, но... Мелкая вида щучка. Порезы. Че, давай по рыбе попробуем. Висит. Висит. Есть рыба. Намелики, да, получается? Или ты объезжаешь? Нет, мы с другой стороны. А-а-а. Вот, смотри, сколько. Ё-моё. Щуки-тьма. Три красотки. Вот, три крупные щуки. Вот по ним надо вставать. Вот, 4, 5. О, хорошее. А вот, смотри, тут какая-то крупная гайка. О-о-о. Ё-моё. Ребята, все только начинается. Вот это мы сейчас, давай, якай. Смотри, смотри, идут, идут. Ребят, нашли сейчас суперконцентрацию щуки. Вот, бель и лещ стоит где-то на выходе, где-то на 4-х, на 5-ти метрах. Вот, а щука вот здесь внизу, почему-то прям толпой такой вот струей. Сейчас на нее встали. И перемешку с белью, с рыбкой. Так что, нормально. По ключи, холодная. Или пусть работает пока. Опа, ты смотри. Опять хорошее? Ну так. Ты смотри, а, вот только переставились. Ну да, не прохая. Так далеко, да, я так понимаю. Да нет. Я готов. Нет, двушечка. Двушечка. Это, по-моему, твоя, нет? Может быть, она завела. Ага, вот че. А, вот так. Ну давай. Возьмем ее, не будем уже херней заниматься. Двушка, да, щас, 7, блин, да? Возможно. О, ладно, ладно. Нихрена себе, блин. Опять мой рекорд. Охренеть, да, двушечка. Опять мой рекорд. Офигеть. Не, ну это 8, наверное, да? Или сколько? Ну вот такая 6, наверное. 6, 6,5, наверное. Красава, вообще. Абрик Борисович, ассистент. Я вас поздравляю. Не хочет она, мышей сегодня не хочет. Какая вот эта. Оп, вот так. Нет, все-таки щука. Да ладно, у тебя все-таки щука была. Просто стой. А че ж? Блин, хорошая. Все происходит? Хорошая. Мы сейчас их обе возьмем в один подсак. Блин, хорошая, вообще хорошая. Это конь. Я только все это время сидела. Че угораешь? Это конь. Это конь. Я не могу поднять, я таких не держал еще. Блин, смотри, не сломай. Рекцион. Блин. Каякарю. Рекцион. Не бегай. Офигеть. Это он. Это она. Это мой рекорд. Это мой рекорд. Давай, давай. Не, 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 я даже не готова. Не готова? Сми, 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 сми. Ух. Женя, давай. Я не могу. Ты издеваешься, что ли? Я не издевайся, она еще не нагулялась, подожди. Ты какой она? Заводи ее, заводи. Мне надо подставить, понимаешь? Надо ее не ловить подсаком, а подставить вот так вот. Да. Нифига, двух коней. Я ничего не понял. Слушай, она либо ударила все-таки твоя, а я опустил мыша, и она сожрала просто. Потому что иначе бы она утащила спиннинг. Потому что она просто встала. Охренеть. Я беру спиннинг. Охренеть, блин. Ты пики, вот это бывает, да? Кому расскажешь, не поверят. Просто не поверят. Просто вот с двух забросов. И смотри, они как братья-близнецы, е-мое. Вот это да. Ребята, вот это мы прикормили точку. ребята не делайте так с прикоркой никогда поэтому кстати на соревнованиях и запрещено блин кормить конечно запрещено корр приходит на дуся посмотреть у меня руки дрожат вообще блин ребята картина репина это просто капец честно я такого еще не видел у нас в подсаке килограмм 15 наверно рыбы сразу одновременно надеюсь я знаю рекорд ну хотя мы не знаем а 6 да ну бай пожалуй нет но сейчас проверим на всякий слой мне кажется не одинаково и мне кажется твоя шире смешал так давай ее твоя больше слушать эту рекордную она толстая смази как ну да просто на капец ребята я такого еще не видел две просто хорошие трофейные щуки одновременно в одном подсаке они клюнули просто вот это называется выход рыбы щука вышла пожрать она вышла сажать этого леща и тут-то мы ее поджидали андрюха этого рекорд я чую это твой рекорд смотри моя щука в этом уходит из-под сака прикинь она его порвала уже вот так бывает подсак уже ха отлично все на вообще профи вот это кадры эти говорю надо кормить эту точку больше нет давай еще третью точку закормим теперь ты мне даешь вот так вот и блин они тяжелые ну да а ты чё думал я так страдал это рекорд восьмерка наверно очень хорошая рыба прям классно но я тебя поздравляю надо взвесить да не по-любому по-любому это рекорд а где у нас гуляем нули давай давай опы тут она поехала 99 400 хвост хвост она десятка прикинь ты просто хвост это касался лавка это же самое дело что я в прошлый раз до хвост на лавке пальцами закрыл пальцами закрыл зафиксируй стоп около десятки сейчас зафиксируется здесь и 200 десятка андрюха ты вступил в клуб за десятников я тебя поздравляю я тебя поздравляю давай еще зафиксируем раз давай на нулях поднимая поднимая на просто болталась там волна на волнах болтается она болтается просто 9 там 700 до 10 400 десятка это андрюха десятка вот это да и мы ее взяли 2 подсак с ними что слышь у нас все-таки я верил в мышь в эту у меня нас работала мышь где-то там и муж ее достать или на себя того она висела тебя ты мне посоветовал на тебе инструмент хороший красава сядь сядь сзади на на борт на борт сядь вот это рыба вот это рыбина и у него такая хрень торчит изо рта но расскажи андрюх твои эмоции ну не понятно просто клюнула вообще фиг пойми потому что и рыбы возились а тут вторая такая же супер рекорды установлены в обоих а ты расстраивался уже мои 90 процентов все-таки выстрелили да отлично за хвост мыши у нас подсак просто занят так бы мы конечно через подсак и опустили подсак у нас занят фигасе у меня ширина спины но мамаша давай не она нормально мне кажется должна попасть на крайняк догоним за хвост все пойдет давай пока пока ну каково отпускать таких рыб кайф кайф приятно на лучше чем когда то это все для вас чтобы вы приехали и ловили сейчас теперь твою давай мою теперь достанем друзья ну что наконец-то мой рекорд давнишний уже шесть лет назад я поймал на шесть с половиной щуку и наконец-то я побил рекорд десяточкой ровно 10 считать там 10 400 9 600 там варьировалась короче 10 но самое ценное что во первых оба поймали и увеличили свои рекорды но еще и одновременно поймали огромных рыб и завели одновременно в подсак просто с одного заброса при сразу же поймали сколько 17 17 килограмм щу это вообще что-то с чем-то супер продолжаем дальше но с этой щуки началось все действие тут тоже такая такая 6 половины 7 нет это наверно до 7 наверно 7 семерочка даже можно не свешать от семерочка вот это да сразу две таких рыбы 17 килограмм в один подсак завели это обалдеть туплет это круто туплет мамаш причем это все с первого заброса на поста только встали мы видели этих рыб ну думали что поменьше размер мы сделали получается два заброса параллельных буквально они шли друг от друга приманки может 35 метров и клюнули и причем была у меня поклевка но мне почему-то показалось что это ударило его щука по моей леске я не стал выматывать помог под соком потом беру спиннинг мне все-таки мне кажется она после ударила просто после но чё отпускаем ребята такие рыбы пусть живут и пусть все знают что здесь они есть а палка отработала что надо это аргумент до 56 грамм вот именно для того чтобы кидать вот такие вот здоровые массивные вещи и тем более на течение но она сейчас выглядит не очень часто его приведу в порядок вот ну вот этот тингер на место вот принципе приманка живая еще можно половить поводок это тоже я думаю выпрямлю сейчас вот но спиннинг и катушку здорово отработал но все равно для таких рыб для таких приманок надо 4000 катушку моя две с половиной это конечно маловато щуку мы сейчас разместили вторую так как она немножко как бы похуже себя чувствует в подсаке вода холодная думаю отойдет она и будет все в порядке но мы продолжаем ловить дальше я на новой постановке всегда ставлю мыша чтобы активную рыбу именно собирать крупную а потом уже вот поролонку либо чё-то такое неактивное вот это сработало эта фишка сработала ну чё продолжаем там было больше нарисовано не зря я верил муша я тебе хочу сказать так что я уже в принципе наловился не ну кайф получен хочу теперь пожелать 15 можно уже понимаешь двенашку поймали десятку то поймал две здоровых рыбы в один подсак мы поймали ночью но грине зацепиться стал судаков надо пасти на в корягах вечером еще с одной точки хорошо закормили ух ты вот видишь по пенке да о хорошо хорошенько ребят еще одна вот это мы попали ребята вот это мы попали были на подсака нету они вона мелко не ну как мелкая двушка наверно в чу творит сошло аккуратно классно ребята всем желаем таких рыбалок чтобы прям вот так вот ух ты хорошая были хорошая ребят а нет нет не хорошая не хорошая шестера наверно более не вообще кой нет все-таки хорошая ребята мы попали в какой-то не знаю в рай спиннингиста поднимая ну чё 12 будем бить снова рекорд нет бульон чуну так блин а я-то думал я-то думал ну блин я расстроился что это не 12 30 лет назад я такой блин ну хотя бы 7 ну удар классный вообще ну что прям какое-то райское место потому что поклевка очередная у евгения сошла здесь тоже такая щучка двушечка до два с половиной вот и забрасываю хобби у меня сейчас тоже поклевка прям такая с борьбой но мне показалось пошел конская рыба тоже против течения ну поднял тоже такая два два с половиной в общем прям в эльдорадо продолжается вот у нас ведь вечером еще намечено судаки в коряжнике поэтому вот пока что вот эти ямы работают отлично но потом будем перемещаться на судака ух ты под лодкой небольшая так возьму на подлодка какой удара у хова на мыши а прям как позавчера вот такая ребята даже берет мыша представляете а не 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 такую нет такую нет да уж это кайф так у нас щука наконец-то ожила вот но не до конца да я так понял переворачивается что теперь пятнашку а я ну что подведем предварительные итоги осталось рыбачить на этой точке где-то полтора часа и потом переезжаем на судаков у нас это 50 минут на судачьих мест вот и будем еще минут 40 ловить судака сейчас сейчас получилось у нас щука никак вот это не оклемается которая первая клюнула у евгения ну первые смысле из тех двух которые одновременно клюнули а вот на куканах у нас уже получается сколько по 5 35 щучек в основном они такие двушки полторушки вот одна на 4 но это вот семерочка сожалению пока и может оклематься но евгений сказал сейчас придет будет утрениваться и делать и возможно она еще поплавать а щуки лежат и лежат ждут наши наших петухов вы мыши и по ним встаем вокруг вещах так и крутится вот прям концентрация большая но это помельче щучки да так вставляем все еще раз рыбу показывает много 85 едем вот ребята отличный показатель что есть рыба и со точки стоит слоями петушара зацепил чью-то чешую я имею ввиду приманку ух ты смотри а четкой поклевкой не крупно там таких много было вот ребята только встали только встали женя как всегда хочет первым вот она сама то сама едовая вкусная сладкая вот так вот и на ребят сначала нужно почерпнуть немного водички чуть или много ну сколько сможешь чем больше тем лучше да 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 вот с краю будем получи кстати да поперек прям по как тебе удобнее рыбу будет вытаскивать наверно краю у нее в пасти блин суши но это это семеро даже семь с половиной мыши подросла сожрала кого-то может по два их сразу маленьких и видовые пошли что ребят палка огонь ловили от души она укусила хотя активность сначала было не очень потом наладилось да ну да сейчас у нас поклевки начались такие нормальные в час клюнула моя 12 половиной а в 3 прям был мега выход мега дуплет анри борисович на его рекорд андрей борисович тебя пожалуй ресторан меньшим ты не отделаешься все молодец прям за судаками друзья ну все закончилась эпопея с этой прикормкой яма сработала леща нашли рядом крутилась щука которому успешно половили вот но у нас время ограничено сейчас мы выдвигаемся еще час ехать до судаковых точек хочется еще половить судака погнали может увидите а может и нет вот они коряги это вот коряги корягу малек да они этот ветки до нами так остановились мы перекусить но все в поисках рыбы вот но обед у нас прав порядку как на войне холодно чайком согреемся и нормально поедем дальше вы стать коряжник сейчас проверим еще его есть коряги и скорее коряги сразу нет а пошел или нет не пошел уходи это лодка такой ай 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 бля такой удар от души при блин ну давай нет вот щел охренеть варит сейчас станем поближе запахнуть но охренеть хороший ёмар да ах ты что такое вот как так то два метра протянул 2 метра протянул вообще капец да нервы мои нервы и уже причем вот где белая пелена ну чё он так цепляется насчет неактивный правильно бодает ее были как-то прикуп прикусывает как будто друзья вот эта красота это яичница судаком евгений разделал судака и был несколько яичек и вкусно приятного аппетита особенно нам что друзья вот и закончилась четырехдневная до рыбалка и самое главное что мы все намеченные цели у нас удалось достичь евгений во первых это побил рекорд по щуке 12700 у него теперь стало я установил рекорд десяточка вот мы очень много отпускали взяли себе на только так сказать по есть это вот щукурина они не поднимают полегче взял до себе нормально в общем целом вообще отдыхом довольно классно посидели отдохнули здесь на обе вот почувствовали поклевок и судаков ищу были мы поели нормально пообщались ребята желаю вам точно так же отдыхать путешествовать и не останов не останавливаться на достигнутом до отдохнули классно побили все рекорды поставьте лайк если хотите чтобы андрей следующем году опять сюда приехал все всем пока и всем желаю вот таких вот улов